друзья всем привет сегодня расскажу историю которая была условно долгая почему условная потому что были поиски в несколько этапов сначала было одно потом менялись приоритеты ну так или иначе все было неизменно все крутилось вокруг volkswagen и это volkswagen touareg основное требование машина после 16 года и с пробегом до 100 тысяч километров желательно в максимальном заряде а было выбрано к осмотру несколько автомобилей но некоторые отелись потому что у него уже была неправдивая история а один экземпляр который был на авторынке на чапаевке в киеве стоит он 37 тысяч долларов шестнадцатого года до 100 тысяч с официальной истории у него двойной окрас ну по крайней мере такая официальная версия так это или не так поехали посмотрим столичное шоссе 104 визуально очень неплохой товарик правда он такой не очень хорошо отполированный при не как отполирован хорошо но следы поли роли не поубирали они присутствуют абсолютно во всех серединках ладно я пока буду смотреть времени мало течи по машине по мотору в принципе нет сейчас я чуть выгоню его вперед да такой заполированный заполированный от любого ремонта всегда есть какие-то следы болт крутился здесь и здесь болт крутился зачем если новая машина хрен знает не очень хорошо заправлен уплотнитель в проемах всегда должно быть около 70 239 в проемах это реально очень дофига вот даже лейбу переклеивали неудачно было бы чуть-чуть потемнее нужно было бы ультрафиолетом просветить эту лейбу да здесь тоже болты крутились если свежие машины нафига они крутились еще один триггер да крученые все двери еще один триггер двери внутри померить они вряд ли то есть если у меня двойной окрас здесь нужно сделать легкое пояснение что такое двойной окрас на конвейере идут автомобили там проверяются первые несколько и последние несколько условно говоря из партии в 100 машин если же за время того когда конвейерная лента проходит есть какие-то замечания какие-то неточности всю партию отправляют заново на покраску и двойной окрас он действительно бывает но при двойном окрасе он должен быть двойной везде и везде он должен быть равномерный здесь мы имеем в проемах разлет от 120 до 250 микрон откровенно говоря это дофига то что здесь якобы двойной окрас если бы он был бы двойной он был был бы двойной везде но вот здесь мы имеем грубо говоря 149 вот здесь мы имеем 50 и вот видны наплывы как его красили вот пыль под краской но снаружи этого нифига не видно дальше этот автомобиль нам не интересен ни в каком формате потому что даже если он идеален технический то он уже не соответствует заявленному а значит он переоцененный потому как эту машину позиционирует как не битый не крашеный а мы уже четко понимаем что машина окрашена но повторно и это совсем не на конвейере в общем предварительно уже можно смотреть вернее снимать пока идет снимается данные с бортового компьютера и вот в принципе общий внешний вид этого торрега он вид у него неплохой но правая сторона у него была травмирована имеется ввиду здесь двух скользящий удар то есть вот эти два элемента они крашеные крашеные со стойками у нее все хорошо под капотом завоскения красок присутствует имеется ввиду полка крыла не затронута с ней все хорошо непонятно почему на зимней резине ну да ладно на зимней на зиме вот с этой полкой все классно крыло вижу что снимали пневма у нее работает с пневмой поднимается очень быстро поднимается она тихо заявленный пробег у нее 127 но сейчас закончится тест посмотрим по общему времени работы коробки расскажу уже в двух словах о машине значит крашена у нее правая бочина причем крыло переднее правая она менее на она стоит новая видать там где-то какой-то разрывчик был но при этом все проемы внутри салона они абсолютно нормально то есть был такой легенький скользящий удар по пробегу однозначно смотанный потому что в стоп кадрах замечен пробег больше текущего потом я выложу фотографии скрины фотоотчета и причем было это давным-давно дальше пошли по но в принципе их там порядка десяти 9-10 ошибок электрическим блоком управления частично климат частично двигатель ошибки не страшно и но тем не менее уже они есть параллельно со мной автомобили для нашего заказчика осматривал еще один наш эксперт андрей видео конечно не очень но она очень интересно познавательно пройду покажу внешний его вид чистенький только смойки пойдем смотреть по порядку тут для зрителя нужно пояснить что окрашена по официальной версии только одно переднее левое крыло и сделано это по страховой компании то есть это страховой случай и делалось она на дилере все остальное по машине не тронута не крашена нигде никаких историй вот только у дилера заявлено что крашена переднее левое крыло а его делали тоже на атланте вот этот подкрас но он отмечен вы давно им владеете зато не намазанный жиром то есть так как есть так и есть пленочка оригинальность а какой пробег у нее сейчас идет логическое завершение выбора автомобиля и решил снять ролик для того чтобы многие спрашивают что мы сейчас не ездим в европу на самом деле это неправда в европу мы ездим и ездим и абсолютно нормально но мы не ездим принципиально за дешевыми машинами потому что дешевый автомобиль сейчас привести мало то что там выбирать его хороший получается дорого и плюс еще везется он сюда либо на лафете либо же на траля это еще плюс расходы поэтому экономические нифига не выгодно поэтому ездим только за машинами которые более-менее вот такие вот имеем фортуки сказала только что мустанг ездил смотрел а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, продолжим. Автомобиль был приобретен в Германии. Автомобиль на момент покупки имеет подтвержденных 93 тысячи километров. Как я заморачиваюсь с выбором автомобиля. И в том числе и пробега многие знают. Видео с Германией нет по причине того, что не я лично ездил. У меня здесь забот выше крыши. Но машина была проверена и на официале. Она и видела подъемник. И в общем, даже скажу, что она еще на гарантии. Ну, правда, гарантии это осталось совсем немного, но тем не менее. Значит, по салону. Салон на самом деле вот такой, как... Ну, это кресло уже заказчика. Салон темный, классный. Наверное, не с того места я начинаю. Значит, нужна была машина с максимальной комплектацией. Насколько это было возможно. Значит, изначально нужен был, конечно, слегка другой цвет. Но синий тоже оказался в приоритете. Так вот, что касается затертости. Вот в одном месте очень легкая потертость. Подушка не просела вообще. На момент уже здесь автомобиль сечает, имеет 96 тысяч пробега. Диски, ну, стандартные, неплохие, классные. Машина с панорамой. Неудобно чуть-чуть. На парковке встретились возле Гулливера. Машина с панорамой. Машина на пневме. То есть, не знаю, будет, видно, не будет. Сейчас, наверное, вот так надо сделать. Ну, соответственно, для погрузки грузов он готов. Я машину опустил. Максимально можно также с кнопочек опускать сидение. Все это прикольно. Сейчас надо, наверное, ее назад поднять. А то она будет внешний вид иметь очень непрезентабельный. Так, кнопочку споймал. Кнопочку попал. И пошли поднимать. Все. Повернул на место. По салону, ну, наверное, сейчас я слегка отсниму, какой есть салон с той стороны. Ай! Детское кресло. Как я не угадал, как я не угадал. Детское кресло. Машина с подогревом задних сидений. Что бывает не в каждой комплектации. Состояние кожи, честно скажу, очень, очень и очень офигительное. Здесь на улице шумно. Здесь не очень шумно. Здесь хоть какая-то шумоизоляция есть. Мы, к сожалению, у человека не располагает временем, чтобы встретиться где-то в другой локации. Мы встретились в обеденный перерыв. Во времени я ограничен. И надо быстренько рассказать об этом автомобиле. Значит, приобрели этот автомобиль за 25 тысяч евро в Германии. По налогам он стал в 251 тысячу гривен. Машина, напомню, 16-го года выпуска. Машина в максимальном заряде, который возможен, это для Торега. И машина имеет 96 тысяч пробега. И если мне не изменяет память, на момент покупки в Германии он еще имел гарантию от официала. И, в принципе, гарантию еще полгода отдают все салоны. Те, которые, уважающиеся хенглеры, они дают еще по законодательству Германии, опять-таки, полгода гарантии на этот автомобиль. Поэтому, с технической точки зрения, эта машина проверена во все дыхательные, пихательные. Все с ней хорошо. Машины ездят, но недорогими машинами, еще раз скажу, мы не занимаемся. Потому как времени уходит очень много. И слово недорогой, это уже проще найти его где-то здесь. Почему так? Потому что, я уже говорил не раз, скажу еще раз в этом ролике. Выбрать недорогой автомобиль, это значит найти там что-то самое дешевое с пробегом в полмиллиона, потом его поделить на три, здесь накрасить губы этому автомобилю, продать. Мы, к сожалению, или же к счастью для нашей компании, но, к сожалению, для многих, этим не занимаемся. Потому как, да, понятно, что среди автомобилей с большим пробегом можно тоже выбрать классную машину. Но заморачиваться, выбирать хорошую там, там машина стоит денег. И плюс тащить ее сюда, растаможка, доставка, оно в итоге станет все немножко дороже, нежели можно нормальную машину купить здесь. К сожалению, таковы реалии рынка на территории Украины на день сегодняшний. Возможно, время спустя, когда спадет пандемия, когда опять откроют границы, ситуация изменится. Но на сегодняшний день она, к сожалению, такова. То есть надо выбирать либо там хорошую машину с подтвержденным пробегом, которая там стоит денег, и тащить ее сюда, соответственно, тело самого автомобиля стоит дороже, растаможка, доставка, оно дороже. Или же искать машину подешевле там, но нет времени этим заниматься. Да и, в принципе, коэффициент трудового участия у нас заключен в другом. Мы должны человеку предоставить максимально хороший автомобиль за какие-то более-менее адекватные деньги. А вот такая машина здесь в среднем стоит 43-45. Ну, где-то так. Именно в таком состоянии с гарантированным пробегом до 100 тысяч. Обошлась эта машина, ну, естественно, дешевле. В этом реально выгода есть. Но, опять-таки, если надо срочно, то надо понимать, что процесс этого автомобиля затянулся у нас на целых 10 дней с момента заявки до момента исполнения. Неправильно. Мы изначально смотрели здесь автомобили в бюджете до 40 тысяч, так чтобы он получился, и нормальных мы не нашли. А лишь потом мы переключились на то, чтобы искать автомобиль за рубежом, потому как мы с заказчиком сели и прикинули, слушай, ну, гарантированно хороший автомобиль можно за эти деньги привезти из-за границы. И он станет все равно дешевле, чем покопать его здесь. Ну, как бы там ни было, заявка выполнена. Все довольны. Кстати, возврат НДС уже произошел по этому автомобилю. Что еще добавить? Да, в принципе, добавить больше особо нечего. Это, опять-таки, скажу, что во времени я очень сильно ограничен. У меня есть всего лишь 20 минут на от съем этого автомобиля, поэтому делаем это вот так вот очень быстро, наверное, в режиме какого-то лайфа. Без дополнительных затрат по времени очень быстро отснимаем и разбежались каждый в то, куда. Кто дальше работать, а кто осматривать автомобили. Покупая вот такой автомобиль, понимаете, что вот такую машину действительно есть экономический смысл привозить из-за рубежа. И покупать машину, допустим, в той же самой Германии или Швейцарии, вы получаете гарантированный пробег и сервисное обслуживание, которое будет провиваться абсолютно по всем базам. То есть машина та, которая с чистой историей позиционируется. Это хорошо до покупки этого автомобиля и это очень классно будет при продаже автомобиля, в принципе, в потом, для того, чтобы видеть и понимать чистую историю автомобиля. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok